Это не кадры из фильма, а реальная часть водной глади. Одна из крупнейших в мире свалок. Большое Тихоокеанское мусорное бедно. На кадрах кладбище Шин в Кувейте. 600 тысяч квадратных метров. Буквально месяц назад пожар на этой территории грозил стране экологической катастрофой. Все эти отходы разлагаются в течение сотен лет. А то и вовсе навечно остаются частью планеты. Безотходное существование пока невозможно для человека. Однако их количество можно сократить. Сегодня забота об экологии не просто модна. Это реальный способ помочь планете. И здесь Беларусь на передовой. Например, по всей республике в частном секторе уже несколько лет появляются зеленые контейнеры. Они для стекла, пластика, пленки и бумаги. Всего, что можно использовать повторно. В Бобруське такие тоже есть. Первый переулок механизаторов. Николай Хромович с напарником грузят мусор. Содержимое емкости для раздельного сбора. По графику рабочие здесь бывают два раза в месяц. Для каждой улицы свое расписание. Которое знают и местные жители. Сейчас уже вроде бы как люди привыкли. До начала было так. Они еще не понимали, куда, какой мусор складировать. Они иногда бывают, ну, и сыпали такой бытовые отходы в МР-овские контейнеры. Сейчас нормально. Сейчас привыкли. Выставляют. Собирают. Ездит отдельно машина. Собирает. В МР тоже по маршруту. Все отдельно. Для жителей частных домов 120-литровые контейнеры бесплатные. Вместе с ними получают и памятки. Важная информация. Если его украли, нужно обратиться в милицию. Здесь несколько вариантов решения. Найдут или выдадут новый. Сейчас две пластмассовые емкости возле забора – привычная картина. Это практично и эстетично. Всего на городских подворьях их 10,5 тысяч. Больше четырех – зеленые. Планируют закупить еще 11 тысяч. Что потом происходит с этими бутылками, вы знаете? Ну, на переработку их отдают. Как это? Знаем, конечно. Перерабатывают. А что еще? Ну, и дальше пускают в производство. Ну, и как вообще считаете, это хорошо? Ну, конечно, хорошо. Раньше куда думали. А теперь вот хорошо, когда собирают мусор. Если я молоко выпила, я несу в этот зеленый бак. А если такой мусор, так несу в этот красный бак. Все. И насколько вообще для вас кажется сложным сортировать мусор? А какая сложность? Это ж не тонны грузить и не сотни килограмм обыкновенно. Или положил то туда, а это туда и все. В частном секторе зеленые контейнеры есть не у всех. Чего не скажешь о дворах многоэтажек. Здесь показатель стопроцентный. По всему городу установлено почти полторы тысячи емкостей – железных или пластиковых. Разгружают два раза в неделю. Многие бобручане уже привыкли – без проблем сортируют мусор. Разделяете мусор, да? Да. Расскажите, а знаете, куда, какой складывать? Ну, конечно, здесь же все написано. И как часто приносите что-то? В смысле? Мусора? Ну, сколько скупится только я несу. Ну, не собираю так, чтобы много. По чуть-чуть и все. Сбор отходов завершен. Далее машина следует на предприятие. Там разгружается. Затем транспортировка в бункер оттуда на досортировочную линию. Стекло, пластик, пленку и бумагу разделяют и прессуют. И, наконец, отправляют на фабрики. На переработку идет 60%. В планах увеличить показатели. Однако не все, что пластмассовое, должно попадать в зеленый контейнер. Например, лотки от яиц, панели ПВХ и тетропак. Акулатора у нас отправляется в основном на шклов, на бумажную фабрику «Спартак». Пэт-бутылка пластмасса у нас отправляется в Могилев на завод «Восточный». И отправляется на завод «Репласт». Могилев тоже сам. Пленка у нас отправляется на «Скар» в Калинковичи и шины Могилев на Донатоне. В месяц спецавтопредприятие собирает полторы тонны вторичного мусора. Около 400 килограмм с частного сектора. Сортировка не только про заботу об экологии. Это экономия денег и сокращение количества свалок. К примеру, одежда и посуда из переработанных отходов – мировая практика. Несколько отечественных брендов уже создают коллекции из вторсырья. И самое главное – поучаствовать в глобальном проекте может каждый. На деле это куда проще, чем кажется. Стоит только начать. Карина Гуревич, Максим Галеонко. Итоги недели. Карина Галинкович.